Друзья, всем привет! Вы на канале Пульс Земли, где каждый день ведется обзор событий и катаклизмов, которые произошли на Земле. Итак, события за 11 июля. Поехали! Небольшой район в Форествилле, штат Нью-Йорк, получил разрушительные повреждения после того, как мощный торнадо обрушился на него. По словам жителей, взрывной торнадо пришел и исчез за секунды. Длился он не более пяти минут, но последствий и разрушений оставил после себя много. Основные разрушения отмечены в городе Аркрайт. На одном из домов торнадо целиком унес крышу. После буйства стихии поваленные деревья и разрушенные здания. Жертв и пострадавших среди местных жителей нет. На данный момент ведутся восстановительные работы и проводится оценка нанесенного ущерба. По Чехии пронеслись сильные грозы, которые непрерывно повторялись в различных местах. Проливные ливни, штормы и крупные градины уничтожили посевы, автомобили и создали проблемы с дорожным движением. Где-то сухо и жарко, где-то обильные осадки, сильный ветер и огромные градины, обрушивающиеся на крыши и кузова автомобилей. Чехия пережила масштабную волну локальных гроз, которые развиваются очень медленно и поэтому наносят значительный ущерб и проблемы на дорогах. Непогода наблюдалась главным образом в Южной Чехии. Во многих местах нет электричества, а движение на железной дороге ограничено из-за падения на пути деревьев. В Аргентине, не привыкшей к настолько серьезным морозам, далеко не во всех населенных пунктах налажена система отопления. По последним данным, из-за аномальных холодов погибли 6 человек. Посмотрите на эти кадры, которые присылают местные жители. Суровая погода Сальто-дель-Тигре привела к тому, что замерз водопад в Кордове, на окраине Сан-Луиса, высота водопада 27 метров. Представьте масштабы заморозков и непогоды, которые сковали Аргентину. Сильные дожди вызвали наводнения и оползны в центральной части Южной Кореи, в связи с чем были приостановлены некоторые регулярные маршруты национальной железнодорожной компании и замедлено движение сверхскоростных поездов. В городе Кунсен в среду утром выпало около 100 мм осадков, в ряде районов за день обрушилось свыше 200 мм дождя, согласно данным местного метеорологического агентства. В результате сложных погодных условий погибли по меньшей мере 4 человека, серьезно пострадали дороги, инфраструктура, повреждено имущество людей. Свои дома были вынуждены покинуть более 3500 человек. По меньшей мере в 50 районах объявлены предупреждения об угрозе схода оползной. Окологоризонтальная дуга над Ростовской областью была замечена 10 июля местными жителями. Округлогоризонтальная или окологоризонтальная дуга – один из видов галло, относительно редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких, высоко расположенных облаков. Курской области прошли сильные ливни с выпадением крупного града. Ранее МЧС делала штормовое предупреждение, прогнозировались сильный ветер и ливни. Прогноз оправдался. Основной удар стихии принял на себя Курчатов в Курской области. В городе Атомщиков выпал крупный град, сообщают местные жители. Размеры градин достигали размера грецкого ореха. Поступали сообщения о повреждении автотранспорта, а также о побитых посадках. Вот второе, это как раз самое печальное. Умеренное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 20 километрах Махараштра в Индии. Землетрясение имело очень мелкую глубину всего 10 километров. Мелкие землетрясения ощущаются сильнее, чем более глубокие, поскольку они находятся ближе к поверхности. Точная магнитуда, эпицентры и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут, когда сейсмологи проверят данные и уточнят свои расчеты или когда другие агентства опубликуют свой отчет. Лесные пожары в Турции, к сожалению, ежегодное явление. Последние недели происходят сотни крупных и мелких лесных пожаров. Наиболее пострадали районы города Измир, курорты Чешми и Кушадасы. Возгоранием в основном способствует сухая, жаркая и ветреная погода. Сохраняется спокойная обстановка в провинции Анталия, очагов возгорания леса не зафиксировано. В основном лесные пожары в Турции сейчас сосредоточены в юго-восточной Анатолии. В Эгейском регионе продолжается тушение пожара, очаг которого намного севернее из мира, а это не курортный район провинции Айдын. Огненный шар, замеченный прошлой ночью в Сан-Матео на востоке Испании. Испании наблюдалось поразительное небесное явление – яркий огненный шар, который пронесся по небу. Зафиксированный как любителями, так и профессиональными наблюдателями, этот суперболит, по сути, очень яркий метеор, вошел в атмосферу Земли на ломляющей скорости 120 тысяч километров в час. Спутник сфотографировал масштабный пожар в Якутии. Режим ЧАЭС регионального уровня действует в Якутии с 11 июня. В Бурзианском районе Башкирии из-за дождей водители не могут доехать до своих домов. Очередной случай подтопления автомобильного моста произошел около деревни Байгазина. Так, из-за роста уровня воды в реке Суваняк, проезд по сооружению к 14 домам стал невозможен. При этом, к домам ведет пешеходный навесной мост. В деревне Новоусманово-Бурзианского района из-за подъема уровня реки Бетеря размыло дороги и затопило две придомовые территории. Некоторые районы столицы Румынии пострадали от короткого, но сильного шторма с дождем и градом, в то время как метеорологи выпустили желтое штормовое предупреждение. Инспекция по чрезвычайным ситуациям Бухареста сообщила, что ветром повалило более 70 деревьев. Максимальные порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Уезд Илфов также пострадал от урагана. Крыши шести домов были повреждены. Некоторые сорвало ветром, некоторые были побиты градом. В частном секторе пострадали огороды местных жителей. По прогнозам метеорологов, уже в пятницу погода будет налаживаться. Огромный оползень в Чамоле, Индия, привел к обрушению части холма на национальном шоссе Бадренатх, что привело к его закрытию. Оползень произошел в результате наводнений во многих местах и сильных дождей. В сети появились видео очевидцев, снявших на камеру сильный оползень. К счастью, в это время на трассе не было ни одного транспортного средства, а пострадавших не сообщалось. Также в месте под названием Паталганга внезапно обрушился большой холм и скала. На данный момент шоссе и прилегащие к нему дороги перекрыты. Вечером 10 июля загорелся жилой дом в селе Хомутово Иркутского района. По словам граждан, проживающих в доме, в крышу строения ударила молния. На видео, которым они поделились, это очень хорошо видно. По уточненным данным, у дома сгорела кровля. Травмированных нет. Под Краснодаром в районе Тлюстенхабльского карьера произошел массовый мор осетра, который недавно запустили в реку Кубань. Берег буквально усыпан десятками, если не сотнями мертвых тушек. Местный житель снял печальную картину на видео. Автор ролика предполагает, что тому виной может быть горячая вода. Истинную причину предстоит установить экспертам. Последние дни принесли резкие изменения погоды во многих городах Западной Польши. Сильные штормы, град и ветры, достигающие скорости до 120 км в час, господствовали над ландшафтом, вызывая многочисленные разрушения и вмешательства экстренных служб. Крупный град выпал в районе Вальштына. Размеры градин достигали 6 см в диаметре. Пожарные Великопольши зафиксировали почти 500 аварий, вызванных штормами и сильными ветрами. В западнопоморском воеводстве поступило более 160 сообщений об устранении последствий урагана. Эти вмешательства включают в себя удаление упавших деревьев, сломанных ветвей и откачка воды из затопленных территорий. Сегодня из кратера вулкана Дукона в Индонезии произошел мощный взрыв. Серая пепельная колонна выбросила тефру на высоту 2300 метров в западном направлении. Вулканологическая обсерватория сообщила о сейсмическом сигнале с максимальной амплитудой 11 мм и продолжительностью 120 секунд. Чтобы снизить риск, людям рекомендуется избегать область в радиусе 3 км от кратера Малупан-Квариранг. Нашествие летающих тараканов угрожает Ростову. Насекомые длиной до 5 см могут переносить опасные заболевания. Ростовчане уже начали видеть американских летающих тараканов в городе. Выглядят они угрожающе, но особой специфики – нет. По сути, эти тараканы такие же, как и обычные, рыжие. Однако нужно понимать, что все тараканы и мухи способны чисто механически на лапах переносить яйца гельминтов, возбудителей бактериальных или грибковых заболеваний. Для борьбы с американскими летающими тараканами подойдут те средства, которые действуют и на обычных. Тысячи факелов призваны согреть воздух вокруг лоз и не дать морозной погоде испортить растения. Вот так красиво может выглядеть битва за урожай. Интересно, как они все это с противопожарными правилами согласовали. Вот так виноделы вынуждены спасать свой урожай от холода. Прошлой ночью температура опустилась ниже 2 градусов по Цельсию. В таких условиях растения могут замерзнуть. Для того, чтобы согреть виноград, недалеко от шабли зажгли более 2000 специальных свечей, бочек, наполненных горящим парафином. В результате мощного торнадо, который бушевал в округе, Менсфилд, Луизиана. Серьезно пострадали несколько домов и церковь Биула Баптиз. В соцсетях поделились аэрофотоснимками, на которых видны последствия прошедшего торнадо. На фотографиях был показан путь предполагаемого торнадо через участок земли и несколько строений. Путь был хорошо виден через близлежащие деревья и дома, которые он благополучно снес. Сообщается, что торнадо стала причиной гибели по меньшей мере двух человек. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами, агрессивные ветры достигли максимальной скорости 165 км в час. Сегодня в городе Дженчжоу провинции Хэнань открылся купальный сезон для автомобилей. В течение суток в Дженчжоу выпало около 457 мм осадков. В городе нарушено транспортное сообщение, наблюдаются перебои в поставках электричества. В отдельных районах нет света и воды. Власти объявили режим ЧАЭС и повысили до максимального уровня экстренного реагирования. В Дженчжоу парализовано дорожное движение, 80 автобусных маршрутов и работа метро временно приостановлены. Городской аэропорт отменил 260 рейсов. Наблюдаются задержки и отмены рейсов на железной дороге. Власти проводят спасательные операции на воде. А синоптики, тем временем, дают неутешительные прогнозы. Осадки продолжатся еще как минимум три дня. За последние сутки на Земле произошло 153 землетрясения с магнитудой равной двум или более. Землетрясения с магнитудой равной четырем или более, произошли в 18 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание. До завтра.